Ева Лёвин, шведская придворная дама, была в числе самых известных личностей эпохи Густавов. Её называли четвёртой милостью вместе с тремя грациями при шведском дворе, среди которых были Ульрика Фон Ферзен, Агуста Лёвин, Хильм и Луиза Мейерфельд. Ева Хелена Лёвин родилась 15 декабря 1743 года в семье Акселя Лёвина и его жены Евы Хорн. В 1764 году Ева вышла замуж за графа Фредерика Риббинга. Она занимала существенное место при дворе и дружила с королевой Луизой Ульрикой. В феврале 1768 года Шарлотта Дюри и Ева Лёвин заигрывали с наследным принцем Густавом, который выбрал для дальнейшего общения Шарлотту. Когда он в октябре 1868 года прекратил отношения с Дюри, то предложил любовную интригу Еве, которая от этого отказалась. Ева Лёвин работала некоторое время на Францию, являясь одной из подтвержденных персон, которые получали секретные пособия от французской короны в обмен на использование своего влияния для лоббирования интересов Франции в шведской политике. После государственного переворота Густава III 1772 года, которая по сути стала победой французских интересов в Швеции, Ева была одержима королем и имела платоническую дружбу с монархом. В 1778 году произошел разрыв между Евой Лёвин и Густавом III. Ей удалось защищать примирение в 1780 году, а в 1783 она стала вдовой. В 1888 году ее сын Адольф Риббинг разошелся с монархом из-за скандальной дуэли с Хансом Хенриком фан Эссеном и стал принадлежать к оппозиции короля. В 1792 году он был в числе участников убийства Густава III и всю оставшуюся жизнь находился в изгнании. В 1796 году удостающая Ева Лёвин вышла замуж за барона Густава Маклина, который был ее любовником в течение предыдущих 12 лет. Они поселились и жили в поместье Стрёмс в провинции Бохуслан. В 1809 году, после государственного переворота, Адольф Риббинг сумел получить разрешение на посещение Швеции и в последний раз встретился со своей матерью. Ева Лёвин скончалась 16 января 1813 года. Она стала одной из героев художественного телевизионного фильма 2016 года.